Мы продолжаем обсуждать с приглашенными экспертами события прошлого года, 6 января 2021, из Вирджинии на прямой связи со студией профессора университета Джорджа Мейсона, глава лаборатории репутационной политики Эрик Ширяев, а также юрист Павел Ивлев присоединяется к нашему эфиру, председатель комитета российской экономической свободы в Нью-Йорке. Приветствую вас, Эрик и Павел. Эрик, сначала вот у вас спрошу, как раз мы сейчас слышали, я надеюсь, вы тоже слышали материал об опросах среди избирателей республиканцев и демократов. По сути, в принципе, во взглядах и одних, и других ничего не поменялось. Почему, на ваш взгляд? В прошлом году в марте опросы показывали больше расхождения, вернее, больше схожесть мнений республиканцев и демократов по поводу событий 6 января. Сейчас взгляды разошлись. Это время. Время сглаживает эмоции и время тоже показывает, что есть разные оценки для их событий. Ни в коем случае не умаляя комментарий наших профессоров. Рафаэль, спросим 100 профессоров американских, кто занимается политикой. 90 вам скажут то же самое, потому что они принадлежат вот такому точку, такому крылу, такому идеологическому крылу и таким взглядам в политике. Но сегодня мы должны понимать, что события 6 января прошлого года, они могут использоваться для политических целей. И они используются для политических целей обоими партиями. Поэтому мы должны понимать, что сейчас избиратели, которые не глупые, большинство из них, понимают, что манипуляция общественным мнением и преувеличение, драматизация событий 6 января, она, естественно, помогает демократам. А при уменьшении и нормализации событий 6 января, помогает демократам совместить. Вот это в этом есть и загвоздка, в этом есть политизация событий 6 января прошлого года. Хорошо, спасибо. Павел, на ваш взгляд, достаточно ли внимания за этот год, в принципе, уделялось США и процессам над мятежниками, участвовавшими в атаке на Капитолий, и работе специального комитета, который пытается вызвать всех подряд повестками, но практически никогда это не получается. Как вы считаете? Наверное, это зависит от того, какое из крыльев нашего телевидения или прочих медиа люди слушают. CNN, на мой взгляд, уделяет достаточно внимания и работе комитета, и вообще этим событиям, а Fox, наверное, в гораздо меньшей степени. У нас, к сожалению, особенно это видно по медиа, страна очень действительно раскололась, да, и получается так, что, несмотря на то, что мы все знаем с детства, что правда бывает только одна, у нас получается как-то, что все больше и больше людей какую-то свою, значит, отдельную правду знают и пытаются, значит, до нас ее донести. И, конечно же, лидером этих, так сказать, людей, которые постоянно выдают неправду за правду, является бывший президент Трамп. Вот тут интересно, я добавлю для наших зрителей, что вы, Павел, представитель республиканской партии, но вот очень сильно критикуете и критиковали в наших эфирах не раз президента США, бывшего. На ваш взгляд, насколько это большой, в принципе, удар нанесли вот эти события 6 января в целом по республиканской партии? Ну, опять же, мне грустно на все это смотреть, как республиканцы уже, можно сказать, со стажем, да, и это, в общем, тяжелый раскол для американской, одной из двух самых главных партий. И он, к сожалению, происходит не посередине, потому что, да, безусловно, есть такие республиканцы, лидеры республиканской партии, как Лиз Чейни, теперь уже очень понятно назвать, можно ли ее лидером, потому что партия от нее отреклась, и Смитровни, и другие, которые, так же, как и я, считают, что то, что произошло, это трагедия, это преступление, и те люди, прежде всего, как мне кажется, президент Трамп, которые призвали людей к этим действиям, да, они тоже должны нести ответственность, не только вот, значит, эти исполнители, у которых непонятно, что творилось в голове, а те, кто фактически призвал их идти на Капитолий и учинить вот это все безумие, совершенно невиданное, в общем-то, в американской истории, Понятно. Эрик, на ваш взгляд, вот все-таки, как специалиста по репутационной политике, вот по чьей репутации, почему имиджу наибольший удар был нанесен самого Трампа, Соединенных Штатов, Республиканской партии, поскольку, конечно, кадры, облетевшие весь мир, и использовались пропагандистами со всего мира, в частности, из России, на ваш взгляд, как вот именно, какие последствия, для кого этот урон наибольший? Рафаэль, я более отношусь оптимистично к ситуации 6 января, потому что она показала болезнь роста партии, республиканская, не кризис, а астрофа, а болезнь роста партии, чтобы идти вперед, необходимо разобраться своей политикой, разобраться своей основой. Да, действительно, эти кадры трагические, кадры неприятные. И кликуши в виде спокс-персон, пресс-секретаря МИДа российской, который выступил как базарная женщина, сказав, и обозвав американскую демократию, обозвав систему, сославшись на какие-то непонятные факты, которые не знает она. Это, конечно, используется и будет использоваться, и миллионы людей, сотни миллионов людей могут неправильно понять, что произошло. Но, тем не менее, партия оказалась в расколе в прошлом году, партия сегодня консолидируется. Та же самая, как партия демократов, безусловно, тоже она проходит серьезную болезнь роста. Это правильно, это хороший процесс, это процесс, который должен пройти всегда. Застой, застой, это плохо для политики. Развитие, даже может быть такое болезненное, всегда это плюс для любого политического процесса, Рафаэль. Спасибо, Эрик. Павел, на ваш взгляд, все же, какое-то юридическое преследование, именно возможно ли все-таки привлечение к ответственности Дональда Трампа, на ваш взгляд, все же? На мой взгляд, я, конечно, не обладаю всеми теми фактами, которые, безусловно, уже на сегодняшнюю неделю собрало министерство юстиции и те, кто непосредственно ведет это расследование, тот же комитет, у меня нет этих фактов. Но из того, что я знаю сам и оцениваю это как юрист, я могу сказать, что, безусловно, Дональд Трамп несет ответственность за произошедшее. Конечно, не он один, но то, что он делал до 6 января, к чему он призывал людей, его отрицание, значит, того, что он проиграл эти выборы, все это подтолкнуло людей к насилию. И по американским законам он должен за это ответить. Я вот сегодня как раз, Павел, спрашивал у Григория Иоффе, который голосовал за Дональда Трампа в 2020 году, хотя до этого говорит, что голосовал и за демократов, в том числе на разных выборах президентских. Но как вы считаете, все-таки республиканская партия может рискнуть выставить все-таки в 2024 году кандидатуру Дональда Трампа? Понятно, что ему предстоит тогда пройти как минимум еще праймерис, но тем не менее, каковы шансы, на ваш взгляд? Все-таки популярность сохраняется у Трампа, но пойдет ли партия на это? К сожалению, пойдет. Партия сейчас находится в таком состоянии, что она фактически находится под пятой Трампа. Никто, даже такие серьезные политики, как Круз или Рубио, они не пойдут наперекор Трампу. К сожалению, это факт, это статистика. Поэтому, собственно, здесь дело не в партии, к сожалению, здесь дело во всем американском народе. Вне зависимости от того, каких мы взглядов политических придерживаемся. Надо вернуться к правде, надо посмотреть реально на то, что произошло. И, конечно же, такой человек, как Трамп, не может допускаться до выборов. А он хочет этого, безусловно. Он пойдет.